Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости международного валютного рынка, подготовленные для вас компанией ИнстаФорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Все внимание трейдера сосредоточено сегодня на заседании Еврогруппы, на повестке дня, который вопрос о предоставлении дополнительной помощи Афинам. Финансовый и банковский кризис в Греции перерос в политический. Слабость греческой экономики и неудовлетворенность греков ведением социальной политики стала причиной прихода к власти радикально настроенных лидеров. Смелость следовать своим амбициозным планам новому правительству добавила готовность и России предоставить Финпомощь. С такой поддержкой министр финансов Греции Янис Варуфакис выскажет предложение об увеличении лимита на выпуск государственных облигаций, а также продолжит настаивать на новых реформах в социальной сфере, которые противоречат прошлым договоренностям стройкой кредиторов. Но большинство экспертов не спешат с выводами, учитывая тот факт, что новое правительство Греции намеревается отказаться лишь от части самых жестких мер строгой экономии. 70% условий предоставления транша помощи будет все-таки сохранено. Именно это обстоятельство обнадеживает наблюдателей в том, что компромисс будет найден и Греция останется в составе еврозоны. В напряженном ожидании итогов столь значимого для целостности еврозоны мероприятия трейдеры приостановили торги по евро у отметки 1.13. На наш взгляд, если ситуация не разрешится положительно, можно ожидать ослабления единой европейской валюты на мировом валютном рынке. Основная валютная пара евро-доллар вполне вероятно сначала упадет к отметке 1.1230 с дальнейшим снижением к минимуму от 26 января 1.1100. Это были новости подготовленной для вас компанией Инстафорекс. Всего вам хорошего!